Сколько их не ремонтирую, опять разобьют. Главные дороги области строились, когда машины были роскошью. Нагрузка была рассчитана на 6 тонн. Сейчас, по самым скромным расчетам, выдерживать приходится все 11,5. Добавляют проблемы фуры. 60% грузовиков ездят за таринами больше положенного. Вот клеи и появляются. Бороться с нарушителями будут с помощью весовых пунктов. Это по принципу штрафа ГИБДД за превышение скорости. Будет стоять стойка на дороге, она будет фотографировать проходящий транспорт. А в полотне дороги заложены шнуры, если уж так просто, которые, проходя по ним, будут происходить взвешивание этого автомобиля. Штрафы пойдут на ремонт асфальтового покрытия. Там, где поток машин никогда не прекращается, дорожное полотно уже сейчас укрепляют. В ход идут и специальные решетки, и асфальт с добавками. На ремонт дорог в нашей области в этом году потратили 560 миллионов рублей. Работу подрядчиков контролировали специальные лаборатории. Оказалось, что качественно работают не все. В Киржачевском районе подрядчик с 25 тысяч квадратных метров полотна неправильно уложил больше 10 тысяч. Практически половина переделывают за свой счет. Это, я думаю, что и для других подрядчиков хороший пример, хороший урок, что бракованные, так сказать, продукции мы не принимаем. А между тем, главная проблема ремонтных работ в отсутствии квалифицированных проектировщиков. На конкурсах побеждают те, кто обязуется сделать проект за меньшие деньги, а качество-то страдает. Потом не получается и в сроки уложиться, и в бюджет, пока исправят все ошибки. Но работы по разгрузке города все равно кипят. Строительство Лыбецкой магистрали уже начали. Там сейчас переносят коммуникации. Хотят решить еще одну проблему города – ликвидировать затор в Юрьевце. Вот этот участок 16-километровый от Юрьевца до транспортной развязки с дорогой Улыбышева-Коняева, он будет реконструирован, переведен в первую категорию. И эти работы они планируют закончить в 2015 году, но я имею в виду проектные. А скоро в области появится и платная дорога. Это будет часть трассы, которая свяжет Европу с западным Китаем. Платная дорога будет предназначена в первую очередь для тех, кто едет через наш регион транзитом. Поэтому никакие населенные пункты трассы не затронет. А вот сделать трафик менее напряженным поможет.